Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ну и нервишки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И в общем можно сказать, что Просто сейчас вот завязали сами себе глаза и пойдут Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, благо этот раунд Субтитры делал DimaTorzok Ну и воодушевшись, Александра делает первый килл, высекает на джавю Вот теперь только в преимуществе Обретя его Занимает нижнюю темку Агония Играет она в агрессию И правильно в принципе делает Пол карты, считайте, она собой отрезала Это вот любимая позиция любого координатора Точнее, не любого координатора А игрока под ником Имбо в любой команде Он оттуда, как из бункера, координировал В общем, оттуда все слышно Оттуда максимально много чего видно И раскиды вы все увидите и услышите Поэтому такой Бункер-штаб Ну и в общем, вот что они делают То есть, ну это в принципе Даже уровень Я не знаю На паблике, конечно, не делают подсадки Разговаривают друг с другом Что тоже печально Пора давно Голосовую связь вести Чтобы облегчило бы Ну опять Опять без информации Просто на этот раз они На Мелиссу угадывают Она одна и одинокая Но опять-таки действует Вот на 150% верно Она прячется за серую стенку И ждет поддержки Своих Подруг Правда, не дожила А то ли подруги были медлительные То ли слишком агрессивная Мелисс Тем не менее, 4 в 3 ситуация И Ритейк Максимально усложняется Где у нас, кстати, Авик действует Авик у нас действует с лонгой Авик, в принципе, контролит хелпу Вот под вертикалку Он абсолютно не смотрит Приходит ему спина Половиненной Асинкой Агония Вдвоих Танюшу и Александру Ну Позиция вертикалку, в первую очередь Надо было высекать Авику И работать именно с ней Но Как-то не разрулила Асинка остается последняя на бомбе Ей дали инфу, что вертикалка занята Вторая пойдет по Тетрису И здесь танц смерти Первая даже не сдюжила Бомба будет раздифужена Второй раунд для Ой, буду путаться до конца Для Аденю Я же говорил Даня, монстр Дымовая Шветовая Дымовая Шветовая Есть, есть Личности у девочек Которые действительно вот Ну, по некоторым просто видно Что они действительно вот игру понимают Тут Многие судят по скилухе Да По силе или слабости игрока Но Скилух-то подтягивается А вот Понимание игры в некоторых моментах Не очень подтягиваются Я почему о понимании игры Потому что У атаки пока что Вот с этим компонентом Плохо все очень Очень все плохо У нас команда получается Good luck Я не знаю Если кто-то слышит Вот подскажите им Что они абсолютно не понимают Не раскидывают по точкам Математики Никакой арифметики не происходит Сколько где стоит То есть Первый раунд они абсолютно не угадали Хотя были 5 в 4 Почему они выбрали точку B Почему Надо в пятером выбирать Короткую дистанцию курятника Где ты выходишь в любом случае По одному Ну вот Если ты без инфы Иди на точку A Иди спутуй ее Вас пятером Можно одну Просто нафиг потерять И забыть про нее Разменной монетой Использовать Выкинуть ее в мид Чтобы она погибла Но зато дала вам инфу Что в миду стоит один Второй там По килл-камере увидит Что стягивается С точки B Но вот Ничего подобного И команда Good luck Просто-напросто взяла И пошла В самую узкую щель Которую только можно придумать На карте порта Именно курятник Где вот Ну вот попробуйте Выйдите из курятника в пятером Синхронно Синхронно Чего в принципе Требует командная игра Да хрен вы выйдете Ну и вот Получили за это Ну вот Не знаю Не знаю Что в good luck Вообще С карты порт Как они С ней относятся Работают Ну пока Пока беда 3-0 В пользу Адениум И Вскрытие вертикалки Удачное На этот раз Но опять-таки Крыша будет заниматься 3 2 1 0 Танюша последняя И Пятерых Какой good luck Ну не знаю GL команда называется Расшифруйтесь Кто знает А Golden Ladies Thank you very much Спасибо Это я уже их Green Label Назал Golden Ladies Это конечно жестко Это вам не Green Label Лады и леди Хорошо стоит Ликер Правда Швыряет Просто патрон Точнее пулю В спин Своей подруге Жалко что Кинькилы Здесь нельзя Совершать Но вот Нежданно Негаданно В общем Вразумили Сами себя Не Дебиловатые Халды Сделали Как и делали До этого Два раунда Просто-напросто Побежали на стрельбе Которая присутствует Вот молодцы же Можете Golden Ladies Взяли Просто-напросто Вскрыли точку А и к такому Повороту событий Там абсолютно Никто не был готов Размена Ни единого Не дали И в пятером Просто на изичах Против троих Оставались Раунд взяли Но опять возвращаются Шила Мачало Начиная с начала Точнее Шила Мачало Наша песня Хороша Начиная с начала Golden Ladies Вот Я не знаю Вот Кто учит Может когда игру Кто-то скачивает Там Или на КВ Какая-нибудь Табличка Знаете Как умная мысль Если ты на карте Порт за атаку Скинь бомбу И постой у себя На респе Минуты полторы Примерно А потом Посмотрим что будет Как вы знаете Когда загрузка игры В некоторых играх Там В разных шутерах Есть всякие умные мысли Война Это очень плохо На ней погибает Много людей Сказан Джон Уолк В 3835 году Ладно Но тем не менее Холды у нас пока что Заканчиваются Разменом 1 в 1 Все таки Одна пошла Посмотреть Что же происходит На террористской респе Получила по шляпе Шальную голову снесли Ну и Отстой Продолжается Не отстой В том плане Что плохо Отстой В том плане Что стоим И ждем Стоим И ждем Бомб сброшена Минута До конца раунда Но опять Информации о атаке Абсолютно никакой нет И как и в первом раунде Точка А не укреплена Видимо кто-то Все таки стрим смотрит И вот Минутная задержка Дает понять Что надо на точку А Здесь по крайней мере Вас в линию Всех не положат Как это на Б было И О май гад Был даже дежавю На миду В разменную монету Пошла играть Она закрывает первую спину Нет у нее информации По второй Но спрыгивает Вовремя ретируется Работает По своей оппонентше Но тем не менее Не очень удачно Асенька По инфе с одной Без бомбы Пойдет эту самую инфу Собирать и выбивать Зажим Асенька Килл Анабель О ну кстати смотрите Пошла за бом А что вернулась А решила стреляться Ну вот зря Кстати абсолютно Анабель не подозревала Что Асенька пошла туда Она уже думала Возможно что бомбу Та по пути забрала И Вот кто скинул бомбу Вот тоже вопрос Вот нафига Если бы сейчас Не была скинута бомба То вот у Асеньки Было бы время На ее постановку На точке А У нее было бы время За то чтобы занять Коронную позицию Потому что Анабель Абель абсолютно не стягивалась Так у нее Будет только лишь Одна секунда Для того чтобы Эту самую бомбу поставить Насколько я понимаю Четыре Три Два Она успела Да у нее как раз таки Полторы секунды было Она их реализовала На сто процентов Ну и в принципе Все свои слова беру обратно Если она эту самую бомбу поставит Но Точнее если она этот рамп возьмет Молодец Молодец Асенька Но опять таки Вот это Героическими усилиями Одного человека Подника Асенька Ну это кто скинул бомбу Мы запоминаем счет Два Три Насколько я понимаю И уйдем на Дисконект Непонятный Все неплохо Есть задатки В общем Есть девушка На чем работает Я вот еще раз повторюсь Наверное стоит Накапать на мозге администрации Общими усилиями Петицию Может какую-то Собрать Ну вот я бы посмотрел На официальный женский турнир Вот честно По такой игре Я бы уже посмотрел Причем Сделать формат Коль команд женских Не так много Да Мейл.ру Я понимаю Им нужны там регистрации Им нужны Донаты Во время этих турниров Чтобы покупали Ну покупали как минимум Саперные наборы Какие-то КБ наборы Там что-то Еще в этом роде Не знаю Как-то можно сделать Просто Действительно круто Это действительно интересно Ой Ну и поехали Я счет спросил Но вот ответ Не прочитал Жалили Жалили Ну и че Очередной халдецкий Нас с вами ожидает Полторы минуты времени Засекаем смело И Вот это вот Вот по такой музыке Должно быть Примерно Примерно Вот по такой музыке Это должно происходить Ладно Первый минус есть Повесили На лонге Ну и все И застопарить Вот кстати Смотрите Первый раунд Сейчас посмотрим Первый раунд Они ходили на точку Б Выволка в пятером Была массовая Кстати у меня Никто мне об этом не говорит У меня очень критик Набыть Даже никто не заметил Ладно Ну и будем сравнивать То есть Пойдут ли они на точку А Да Сплит атака точки А Пропускаю штурмовика Под крышу правильно делаю Две флешки ложатся Перемычки И фейк от дежавю От личной точки Б Она даже уносит Свои ноги Абсолютно не потеряв ХП Вскрывают Да Краповый берет Ложится отдыхать Ставится бомба Идеальный раунд То чего и требовалось доказать Просто Golden Ladies Это просто Brilliant Ladies В этом раунде Танюш Половиненная Серьезно Жесткий танк Команды Адениум Ну вот Не дают ей разгуляться Я так понимаю Ну и Аннабель С ней в парочку Уйдет с холпы Похоронят Вопрос Похоронят Сразу же Танюша С другой позиции Шли в перекрасный огонь Но И та И другая позиция Контролилась 3-3 Да Если я все правильно понял Поехали Дымовая Дымовая Световая Ну вот побольше Побольше работы мозгами Просто Я понимаю Что турниров женских Абсолютно нет Тут был недавно Вот Кфт Ну как недавно Перед Новым Годом Да Или после Нового Года Что-то я Памятовал Ну я к тому Что негде демки посмотреть Ну Можно посмотреть С того турнира Стримы Тут в принципе Это все невооруженным глазом Видно Вот Все абсолютно просто Потому что Дев-то тоже не работает Над собой Да Так и сложно Golden Ladies Но Понимая Единственное Надо понять Да Если нет агрессии То какая расстановка Это 2-1-2 Или же Ну где-то стройный Где-то сдвоенный Сдвоенный Мидл Бывает Стоят Запускают в нижнюю темную Либо запускают в перемычку Все Вот понять Если нижняя темная И если перемычка Под сад Если нет То это скорее всего 2-1-2 Вы дергиваете По плентам Одну или одного Да И все У вас открывается Открывается на сплит атаку В первом раунде Если бы Golden Ladies Все бы Это У себя в мозгах Прокрутили Всю вот эту махинацию То они бы Увели сейчас по счету Причем серьезно Вели бы Мораль бы уже давно Уронили Ну ждем Ждем развития событий На этот раз First Blood Для коллектива Адене Он случается Шпионы Ложатся отдыхать А именно Это Дежавю Была Дежавю у нас Кстати играет Свободного художника Крутая И роль у нее Ну вот кстати За предыдущий раунд Вот кто его Нашифровал Ему просто Медаль Медаль на шею Барабану руки Действительно Это было круто Команды Называются Команды Называются Адениум И Golden Ladies Я сам путаюсь Потому что Ни одного тега Такого Как они называются Нет Мне в этом плане Очень сложно Ну вся атака Потерялась По одной Они пытались Выбивать позиции Тут сложно Предъявить Кому-то В этом раунде Можно наверное Самой команде Предъявить Первый отдавшийся Но тоже сложно Два раунда Высекали А тут не получилось Ну и потом Просто развалочка Одна в меду Одна в ланге Одна в темке Вторая в темке Ну и Каждая позиция На размен не сыграла А чего вся команда Потерялась Я заблудился в счете Если есть у кого-то Какая-то информация Напишите ее в чат Несмотря на то Что задержка Я буду вам Очень благодарен Тут понятно Тут понятно Почему команда Находится в нижней сетке Но Есть у них Ошибки Есть Эти хаши Ну кстати Работает Кстати Кстати Такая артиллерия Команды Дежавю Двоих уже Наколотило И когда эта самая Артиллерия работает То раунды должны Они выигрывать Опять-таки Выбирается точка Работает авик В поддержке Артиллерийский Тоже же Танюша Жесткая Но почему-то Вот ей дают Самую нежесткую позицию То есть она В принципе Не опорника Играет на точке Б Играет она Ну Назовем это Дальнего саппорта Который Вроде бы Как бы Если это Масса атака На какую-то из позиций То и является опорником Но на эту самую точку Бена Танюшу не ходит Приходится ей В ретейке Себя проявлять Но пока что не проявила Мелисса по голове Схватила Танюше остается Последняя слонга Стрельба у нее есть Но не позволяют ей Работать долго С этой самой Ее стрельбой Ну и 2-1 Потому что у нас есть Круто Понеслась Димовая 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 Круто Круто Разные противостояния От того что мы посмотрели Очень сильно отличаются От латшери И инканта Здесь Присутствует множество ошибок Но и присутствует Также потенциал Который можно Который можно Круто реализовать Ну и высекаются Два опорника Танюша ложится отдыхать Мелисса вместе с ней Сладкая парочка Дуэтом в обнимашках С сигаретой Близкий ретейк У нас получается С хелпета Александра Ну и немобильный авик В принципе правильно все делает Контролит двоечку На выход в пиксель Пропускают Александру в яму Яме надо убивать Александра это и делает Прицел не снимается Найти выход Сигарета Минус Все А так все таки Раунд выигрывает Сейчас бы еще счет знать Вообще бы было хорошо 5-4 5-4 атаку взяли Я так понимаю Как тут обстоят дела Дела тут обстоят нормально Так ну и ждем Смен сторон Своих позиций покидать Адениум не хотят 5-4 я веду тут подсчеты Пишет база Окей Ну просто когда Что-нибудь быстро говоришь А потом случается вылет То ты уже обращаешь внимание На счет Когда он приплюсовывается При выходе одной команды И в голове от этого Получается сумбур С всем этим И связано Что я никогда счет не запоминаю Всегда хочу взять блокнот Но Когда не беру Я Про Танечка узнал стихотворение Хотите расскажу Не хотите не расскажу Ладно ждем мы смены Я не знаю Какого возраста Девушки играют И курят ли они Ну похоже что Кто-то ливнул Именно сделать Это самое Потому что Ну поначалу все было хорошо Жесткий деф Да Ну ничего такого Деф не делал В общем-то Ну поставили опорником Таню на точку B Да Она просто-напросто Посчитала Как в мультике Точнее в сказке Про козлят Тебя тоже посчитаю Вот тот самый Неказистый выход Под B Когда 5 в 4 Первый раунд И все-таки пошли На точку B Без информации Абсолютно Но Потом Понимание пришло И за это Вот просто Респект и уважуха Golden Ladies Которые смогли Перевернуть эту половину В свою пользу Молодцы Молодцы Стрим завис Да не зависло Ничего Отека Так Ну пока мы ждем смены Я во-первых Напомню Для тех Кто только что Подключился Что смотрим Полуфинал Нижней сетки Турнира То ли Women's Tournament Под названием То ли Female Cup Женская От Crossfire Pro Series И призовой фонд Здесь 1500 рублей Российских На первое место Ну и далее Она с вами ожидает Противостояние Лакшери Против Командопобедительницы В этом BO1 Хотел сказать BO3 Противостояние На карте Порт Ну и потом Гранд Финал Вот собственно Такое расписание На сегодняшний день Два истории Да это не история Это стихотворение Детство такое было Наша Таня громко плачет По головке Скачет мячик Это выдумка отца Мячик сделан из свинца Вот такой стишок есть Просто вспомнился Когда я Танюша Ник увидел Какая-то выигрывает Ну По мне тогда Фаворитами не являются Единственное Хотелось бы конечно Чтобы кто-то Что-то противопоставил Кстати Куда потерялась команда Флэшбэк Куда потерялась команда Делайк Понятно Просто я вот Спросил с организаторов Логотипа Чтобы все было красиво У меня Есть логотип Делайк У меня нет логотипа Флэшбэк Но знаю что они были Как-то Ну и куда-то они делись Да ладно Может быть я чего-то По формату По сетке не понимаю Может быть какой-то Новый формат Double Elimination Изобрела Маргарита и компания Ну а мы с вами Прямиком на вторую половину Напоминаю что Счет первой 5-4 Я ничего не путаю В пользу атаки Если я опять-таки Ничего не путаю То в пользу Там Shanghai Magic Я доту не смотрю Мне пофиг на что-то Там-там-там-там Что я говорил Что Команда Боже все Я запутался по никам Где Танюша Танюша в Adenium Adenium у нас Если я ничего не путаю Проиграл первую сторону Сильно Именно со счетом 4-5 Теперь они будут Атаковать Ну и посмотрим на волевую И довольно-таки По первой половине Уже с подъемом Которая С камбэком была Довольно-таки волевую команду Golden Ladies Комбит из первого места А Так, ну и рушат здесь Дев где-то Даже непонятно Лонг пробили Двоих Дежавю у нас Дежавю Классная штука Вот Хорошо в команде Иметь всегда такого игрока Она Всегда является Жалом С-3 Которую кололу И убежала То есть Очень умный Да и со стрельбой Игрок Выдвигается Убила Убежала Фейк Достреляла Собрала На точку Убежала Но это потому что я заметил Ну и пока В принципе даже может раунд потащить Посмотрим насколько хороша она в ретейке Со своей Со своей тиммейтом Звучит как будто я вот Вербайджане Со своей тиммейтом На ретейк Двоем В троих Отличная голова От ликера И Есть у нее Информация По одной позиции На мосту Возле бочки Но вот Где стояла вторая Она не понимала Ну и пауха получила 1-0 Во второй половине В пользу Атаки А то бишь у нас 5-5 Общий счет По половине Получается Делайк проиграли Адениум Вроде Спасибо За информацию Ну судя по тому Что мы видим В общем у нас Может я так понимаю В финале Повторится противостояние Лакшери против инканта Ну посмотрим Инканты сегодня Какие то Вообще никакие Ни рыба Ни мясо А курица Ну не знаю Ну вот Видно что их Просто надломили Знаете Надломили и съели Как Как Не буду говорить Что Может быть Соберутся Может быть Сейчас отдохнут В общем Посмотрят Эту игру Расслабятся Я вообще считаю Что Пофигу Пока ты не дойдешь До финала Абсолютно пофигу Ну вот Ты же не за призы Играешь Можно расслабиться Показывать свою лучшую игру Тем более Что она 100% Есть у каждой команды По себе Знаю Что Когда у меня Включен стрим И я играю То мне играть Очень сложно И может быть Где-то Сидит это понимание У девушек Но у нас Опять таки Те самые полторы минуты В которые меня просили Ни о чем больше Не рассказывать Кроме игры Говорить о позициях девушек Что-то еще меня Что-то еще меня просили О том что они делают Но они ни хрена не делают На самом деле Они просто-напросто Минуту съели А вот за 10 секунд Они собрались Под позиции выхода Сплит-атаки на точку А через перемычку Отличный мост От Танюши Танюша никого не убивает Пошел равноценный Размен Абсолютно хиповая Аннабель И ее тиммейт Танюша была Танюша сносит Найти выход Сова по немобильная Но зато с бомбой Руках Аннабель Все это дело Прикрывает по мосту Хотя Хочешь сделать что-то хорошо Сделай ты сам Найти выход Просто Савика Кладет на лопатки Набель Не пропустить бы здесь позицию Но вот у нее шикарная Кстати Позиционированная Первую голову Она кладет слонга А вторая идет с колпы И это дуэль Прикольная 73 остается С найти выход Ждем Смотрим Дышим Ну Схватка Есть контакт Прикольная Выигрывает Молодец Прикольная В общем Казалось бы Не тот раунд Который невозможно Было затащить Все таки Они его вытащили Несмотря На то что И позиции были У атаки Хороши Но вот Кроссфайр Та игра Где В большей степени Все таки Решает стрельба Чем позиции И Работа В этих самых позициях То есть тут В принципе Можно занять Отличную позицию Найти сопернику затылок Выстрелить в этот затылок Но Но Ваш Выстрел Не засчитает Клиент Или сервер И просто Соперник развернется И Стучит вам по мордам А у него залетит А про РСФ Забыли Ну РСФ Мне не скидывали Логотипов Я не знаю В каком Этому Не выбыли Была Такая ВГН Я еще знаю Крутая команда Была Куда они все Потерялись Честно Для меня Загадка Вот поэтому Смотрим Смотрим И молчим Ну опять Те самые Пресловутые Ждем и терпим Что называется Я не знаю О чем здесь Разговаривать Об игре Тут абсолютно Ничего Нельзя сказать То есть Они Я понимаю Халды Но со сбором позиций То есть Запустите одного В нижний Или поставьте его Под ворот Опускай мид слушает У вас Сдвоенный мид Сейчас играется Там вот Просто стопроцентная Информация Ну вот только теперь Подбирается Аннабель К этому самому миду И вот Сейчас должен Синхронно Открыться лонг И перемычка И тогда Они прекрасно Увидят Что на точке А всего лишь Одна Находится И вот в этот момент Должна сработать По этой инфе Аннабель Но Ни того Ни другого Ни третьего Не делается Непонятный дым Кладется на мид Типа отрезается Халпай Халпай Или это Какой-то фейк Ну и бомба Никуда не идет Теперь уже Конечно В меньшинстве Особо Не покашеваришь С какими-то тактиками Решают вести бомбу Под Б Она Будет выходить На точку первой Потеряв уже Свою подругу Ну и опять-таки Какой-то непонятный Раунд отчаяния В атаке Я не знаю Где они придумывают Эти тактики Ну по-моему Хочешь сделать себе плохо Сделай И вот Раунд Мазохист Вополняют команду Танюш Была последняя С бомбой В тупке Но Без понимания Вообще Того что происходит То есть Вот сыграв этот раунд Сейчас команда Атаки Абсолютно даже не поймет Почему они его проиграли Возможно в голове Возникнет Мысль Что кто-то не настрелял Да И волосы назад Побежим на какую-нибудь Из позиции Тоже не лучшее решение Да Ну у вас выход у нас На точку Б Позиция опоры Работает довольно-таки Неплохо Размен Тем не менее Два в два А так все-таки Совершает Будет поставлена бомба Голубые береты В яму падают В терняшках Ну и эти голубые береты Работают тоже неплохо Это найти выход Несмотря ни на что Она работает с эмкой Вернули за бомбой Найти выход Пока вот этот Кислотный красный смог Лежит Должна Занять лестницу Но она топала Но тем не менее Как бы ликер Осталась одна И вот Вряд ли она развернется И туда и сюда Все-таки спиной Как бы стрелять не очень-то И удобно Точнее невозможно Отличная золотая голова Она пробивает одну И пропушила вторую позицию Но Затылок Пришло ей От найти выход 2-2 2-2 То есть 7-6 У нас в общий счет Получается В пользу В пользу Бог знает Кого я уже В названиях Запутался Так Танюша У нас В Аденеум Денеум Осколочная Денеум За атаку Был за деф 7-6 В пользу Golden Ladies Не, я просто Почему троллю Потому что Меня просили Говорить только Об игре Перерывах Ну поэтому Мне приходится Обсуждать игру В этих Полтораминутных Паузах Ну точнее Ее отсутствие Осколочная Так, ну и нижнюю теперь То никто не занимал То заняли аж втроем Ее прошлись Степом через верхнюю Заняли нижнюю На дежавю Здесь хоть один топ Дослышала Сейчас посмотрим По ее поведению Да, все Она прекрасно слышит Торчит в ящике Вышла на столба Но сразу же Отхватила По тушке Точнее, по голове Ну и до последнего Здесь проверяет ликер Не верит, что это не точка Тем временем Б уже занята И бомба будет ставиться Под курятник То есть максимально закрыто Надо выбирать позиции Что и делают Александра в клозе На близкую встречу Из нижней темки Но пока никто не идет И ретейк в принципе Не очень-то понимает Что он будет делать Асенька Не стесняясь Топает, прочекает Нет Выходит раньше И делает Нет Можно было сказать Что Александра делает ошибку Если бы не убила Но Ликер осталась последняя На сотых хп Сейчас ей просто в уши Ой, даже договорить не успеваю В уши нагадили 100% Она даже не слышала Скорее всего Позиции Своих оппонентов Своих Ворогов А слышала только лишь Минус 80 Минус 80 Минус 90 Минус 90 Минус 80 Каленый Каленый Добей 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 И проиграл этот раунд 3-2 3-2 Выволка на точку B Почувствовали слабину Укусили Кровь пошла Эту самую кровь Пьют Пьют просто Трехлитровыми банками Ну вот Зачем идти дальше Мне непонятно Понятно, что Каждый хочет себя почувствовать Десантником И десантироваться В эту самую яму Но, как говорил Пепсон Яма не место для десантирования Стой на точке Охраняй бомбу Но, тем не менее Огонь остается у нас последняя В двоих сотых Ну, тут надо Железобетонные шары И скилл Не успевает перевестись Еще один раунд атаки Сейчас я вспомню Как эта команда называется В очередной раз Это Golden Нет, это Адениум 8 8-7 Уже впереди Адениум Опять-таки Комбэк у нас Случается В первой половине Закомбэчили Golden Ladies Ну, теперь Комбэч с Адениум Им как-то попроще В атаке Себя ощущать У нас какие-то Обсуждения Пасаты девушек В чате Так, ну и Что-то дев понял, что Масс-Б они не сдерживают Совершили прекраснейшую аркаду С точки А Но единственное, что Асенька Просто Немножечко медленно Немножечко, видимо, ей инфы Не договорили Которой нужно было Да и Класс позиций Занимали Ну вот Ее Ее тиммейты Они же девушки Тиммейты Ну то бишь Если у вас поджимается Лонг от Асеньки То займите вы Куры Вдвоем Подразмен То есть, по крайней мере Асенька уже бы была Вот в этой стычке В спине Торчала Ну и если бы Стрельба позволила То двоих бы разменяла Но так они стали в закрытую На точке Б Асенька поджала лонг И в принципе Она, конечно, еще Ну вот Три километра Надо прочесать Чтобы вам халпануть Естественно, она не успела Естественно Раунд очередной слили 5-2 у нас И Дело идет к тому Что если еще один раунд Набирают То в финале верхней сетки Точнее, нижней сетки Противостояние с лакшери Мы увидим коллектив Под названием Адениум А не Golden Ladies Замашнит за топор Приятного просмотра Я этого бреда Честно говоря Не понимаю Чем он мешает Так, ладно Обратимся мы к игре Китайский выход Правда, не сдвоенная Не стройная кишка Играют постоянно Через мид То есть по трем позициям Пытаются атаковать Никакого дыма От перемычки На бочке не кладется От этого С халпы идут минуса На халпу Естественно Тоже никакого дыма Ну в общем Crossfire же Зачем? Зачем дымовые гранаты? Не нужно И раунд теряют Адениум Хотя все было в их руках И в принципе Ну это дедовский Но работающий раунд В общем Ну положи ты дым на бочке Ну не постесняйся Не поленись Положи дым на халпу С ланга Это тоже можно сделать И это не сложно Пробеги Коля у тебя нет Четкого авапера Который может работать С халпой Или с мостом Поставь бомбу Ну и там уже Ешь молись Люби на точке Чтобы Не выбили с нее Нет Нет Дымами абсолютно Не пользуются Почему-то Все надеются На свою стрельбу Которая Местами И временами Подводит 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 Прогайте Момбота Он Работает Он мой раб Работает бесплатно В чате Тоже если не он Какой-то неадекват Ну и Позиционочка Очередная у нас Ато-атаки Пошли собирать Они почему-то Вместе с бомбой Кстати в куры Информацию Всю Но информацию Здесь они никакую Не соберут Ибо Ротация позиций Произошла Причем серьезная Даже смотрите У нас Строенная точка Б Даже Учетверенная Я не знаю Ну короче Укрепление Серьезное На точке Б И То ли знают То ли угадывают Что будет делать Атака В каждый момент Многое зависит От Александра И от найти выход Если они Поймут Что Ну Дежавю у нас Просто сидела Под окном На точке Б Она играла Агрессию Под эту самую Точку Б То есть Она Встречала Ее в открытую Она Прочеком Играла Она Префом Играла Чего сейчас Абсолютно Не происходит Здесь Вот тоже План капкан Могут Как в плюс Сыграть Так и в минус Сстроенная Б То есть Либо Больше народу Умрет на точке Б Либо они Действительно Укрепили И ее Просто-напросто Вынесут Ну потому что Пойдет сплит Опа Опа Ну вот я говорю Тут первая скрипка Принадлежит Александре Она сейчас Не надо Зачем Вы пошли Непонятно Ну вы же бомбу Посеете Там просто А если бы Неждан какой-то был Ну сейчас похоронят Благо что Патроны у Ликера Заканчиваются И живет ее оппонент Шанно Загоняют без бомбы В куры Просто педолагу Веником по голове Мокрой тряпкой Скалкой И этот раунд Просто начервила Атака Непонятно Александра Только теперь Оказывается на точке А Да у нее больше хп Да у нее было по контролям Но Ликер-то все слышит Ликер Ликер-то все слышит И она сейчас Если умно Разыграет То раунд будет за ней Смотрим за Александра Александра ушла на хелпу Александра будет Плейтаймить Александра будет Играть на бомбу Сиди Сиди Дифусь 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 Да Она выиграла этот раунд Красота Вот дефу аплодисменты Просто А вот Дизлайк Серьезный конечно Атаки в этом моменте Почему они То ли не послушали Александру Что она еще не дошла То ли Что произошло Я абсолютно не понимаю Я абсолютно не понимаю Ну вот Здесь первая скрипка Была Александра Она сказала Что на точке А никого нет Боже Вернись Разыграй Нет Ничья у нас Кстати И у нас Дополнительные раунды Будет в этом противостоянии Чему я безмерно рад Игра действительно Интересная Так Ну и нам надо узнать Сейчас Будет ли пауза Или мы начнем Без перерыва Вопрос Топоры пишут Разрешены любые Я не вижу Никакого прикола В том Чтобы запрещать Топоры Я знаю Еще испокон веков Запрещены Спреи Все Которые тоже Не Решают Перерыв 5-10 минут Не гоните Вы что Так Я не туда пишу Ой Жесть Жестоко Не Действительно Интересный порт Получился 5-4-4-5 Там и там Кстати Выиграла Что интересно Атака Хотя я Очень критикую Эту атаку Но может быть Только мне так Со стороны кажется Что эти холды Не к месту Эту атаку Субтитры Субтитры Просто я вот этот раунд, наверное, не забуду еще долго, потом надо будет пересмотреть, как это было, я вот вообще момента не понял. Александра заходит на крышу точки А, говорит инфу, точка А свободна, в курятнике собирается 2 или 3 тела, по-моему 3, да, одна шла через мид, не помню, не помню по никам. Вот, и начинается просто шоу-карусель под названием Анахрена, то есть на Б у нас стоит трое, одна в миду, и одна уже бежит волосы назад с хелпы точки А на мид. Та, которая выходит на мид, глаза по 5 копеек, потому что, ну, она не ловит перетяг, у нее получается она знает об одной, что стопудово контролит мид, и в принципе она готова с ней работать, потому что выходит точка Б, и в принципе та девушка, которая стояла и контролила мид, она поворачивается спиной. С плиту. Входящая по миду ее в спину должна закрывать, но при этом Александра же только что сказала, что точка А свободна, и вот девушка, которая бежит с точки А, как раз-таки делает эти самые глаза по 5 копеек, выходящие на миду. То есть получается сдвоенный мид, стройный Б, и они выходят 3-1. Александра вообще нафиг в этом раунде, получается, не нужна. Ну, короче, бред такой, рассинхрон такой, я не знаю, кто скомандовал выходить из кур, надо было сделать абсолютно не так, надо было сделать... Ну, раскидать точку Б, то есть кинуть смок на хелпу, кинуть 2 флешки, лучше 3, лучше 4 флешки, короче, сколько было бы флешек максимально оттянуть по времени именно blind команды дефа, то есть чтобы стак точки Б был в блайнде и сказал, что это Б. Оттянули, стоим в курах, ждем, приходит хелпа с мида, это все буквально за 4 секунды должно было сделать, приходит хелпа с мида, и девушка, которая бежала с А, она тоже не мид контролит, у нее даже мысли не возникает контролить мид, потому что ей во все уши кричат уже, что это Б. В итоге у нас собирается 5 на точке Б, есть Александра с точки А с хелпы, есть еще одна выходящая по миду, и получается 3-2 сплит. Все, всем писец, вот, просто писец на точке Б, они в кольце, получается, что Александра с тиммейтом выходят и убивают спину как минимум двоих, разворачивают на себя остальных, в этот момент выходят куры, и все, раунд сделан, это победа. Но нет же, куры поломились, вот, как кабан по бурелому при виде охотника, типа, мы все придумали, мы все придумали, вообще отлично стоим, Александра на точке, одна на миду, классно, 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 сплит, на нахер, минус раунд, это просто забей. Это еще благо они разменялись один в один, там и у шанс был последний взять этот раунд в атаке, но клач ситуации опять-таки. И допы, которых мы почему-то очень долго ждем. Почему у нас перерыв в 10 минут, кто разрешил вообще? Просто я вам объясню, фишка в том, что мы в 16.30 должны были начать финал верхней сетки, вот, который БО-3, а 18.00 финал, а у нас 17.05, и мы играем полуфинал нижней сетки. Конечно, тут в организации просто сетки, ну не сетки, а расписание полное, какая-то серьезная борода. Настраивается? Ой, на что? Фух, короче, приколы. Надо будет опробовать такой так. Не, ну видно, что раунд был на шифрон, я не знаю, это, видимо... Вот, мне интересно, а может тренер или координатор какой-то шестой сидеть в ТС-ке? Ну, наверное, что может. А что он не может? Да может. Кто бы может? В ТС-ке может, в игре не может. В ТС нет звука. Это... Ну, видимо, там координировал. Сделать такой раунд. Раунд нормальный, раунд рабочий. Но, опять-таки, вот... Вот это вот синхром, малюсенькая шутер, все-таки это игры, где очень жестко решает чувство тайминга. То есть многие считают, что нужно натренировать скилл, да, и выходить постоянно одному на двоих в лобешник и перестреливать их. Но... Такие игроки, скажем так, с опытом, все-таки прекрасно понимают, что... Когда ты выходишь один на один, это 50 на 50. Какой бы у тебя ни был скилл, будь ты, я не знаю, там, Сиверал, Фмейстер или кто бы там ни было. Ну, то есть, тем более с калашом в руках, когда против тебя. А здесь калаш по дефолту. У каждой в руках в каждом раунде. То есть никакого чуда случиться не может. И никто не будет никакими пистолетами играть или еще с какой-нибудь финтифлюшкой. Вот эти самые тайминги надо соблюдать. К чему веду? К тому, что лучше сделать раунд, когда двое заходят пятерым в спину. Ну, как это было бы, если бы все под таймингом четко бы сделали и взяли браунд. Стрелять тогда не надо. Меньше работы, меньше напряженности. Пиццу заказала, наверное. На самом деле, между допами и между основным временем не должно никакой быть паузы. Пятидесятиминутная – это полный бред. Но восхождение сделать, что это девушки. Ну, такое. Наверное, может. Поехали смотреть допы. Не знаю формата допов. Если судьи слышат меня, то был бы вам признателен, если бы мне сказали об этом. Пять или три максраунда. Так, ну и погнали. Погнали. Стороны у нас, по идее, меняться абсолютно не должны были бы быть. Респект. Хочется одной команде… Ой, отличный опыт над Дежавю. Дежавю меня вообще радует. Это очень полезный игрок. Я не знаю. Ну, играет она как парень. Вот честно вам скажу. То есть… Если с остальными можно понять, то вот здесь вот мне очень кажется, что… Ну, как будто бы парень. Я не говорю, что это парень. То есть у нее понимание игры жестко. Прям ценный игрок. То есть она и фейкер, она и мансер, она и столб, она и опенер. Неплохо. То есть все у нее хорошо. У нас, тем временем, масс лонга. Три флешки, две хаешки. И опять-таки без дыма. А что в крусфайре с дымами? Беда. Никто мост не закрывает. Вот какой-то кривоватый пришел между хелпой и мостом. Но тем не менее, как бы атака пробивается. Танюшка опять-таки у нас отрезана как-то было в первой плане основного времени. То есть она играет опорника от точки Б. Позиции ротации не подвергаются у этого коллектива, насколько я понимаю, у Адениума. То есть по ситуации они не меняются местами. И Танюшке приходится опять-таки делать рейтейк. Раз в четыре, выходят ее контролят и на префе Агония закрывает ее спрейдауном. Просто-напросто ее прекрасное, наверное, тело. 1-0 повели. Я по-прежнему не знаю, сколько это по макс раундам. 5 раундов пишет. Спасибо огромное. Макс раунд 5, значит. Окей. Ну, значит, насладимся в полной мере этим противостоянием. Тем более, что он действительно классный. Ну и смотрим, что будет дальше. Первый раунд удался. Второй. Пустили на тормозах. И вот смотрим за дежавю. Вот то, о чем я говорю. Опять она играет в жало. Ей надо не дежавю делать, Ник, а стинг. Вот, если, смотрите, если ее тиммейджи абсолютно нихрена не делают, то дежавю уже сделала за всех и все. Open frag от нее, красотка просто. Вот просто если MVP турнира есть, если команда дойдет до финала, даже если не выиграет, дежавю просто-напросто MVP-шечку. Вот то, что должна была делать вся команда. Одна должна была зайти в перемычку, одна должна была встать под ворот. Дежавю прошла с B. Она должна была прочекать точку B и потом вернуться в нижнюю. Но она сделала все в одно лицо, как бы нафиг мне абсолютно никто не нужен. Стоите, стойте. Я сделаю все сама. Убила в нижней, тем самым открыла то ли мид, то ли точку A. Получилось так по итогу, что точку A, потому что одна стянулась сана в мид. И вот только теперь по тетрису, и вот только теперь спина, и у атаки развязаны абсолютно руки. Они играют на стрельбу, опять-таки без дыма, опять-таки Данюша отрезанная, а Данюша остается последней. И в который раз на ситуации 1 в 4, и абсолютно нет у нее шансов. И голова, хорошо, но хелпа близкая и 2-0. Красота, вот это круто. Она не парень, а она мать. Она красотка, я вам так скажу по игре. Просто говорю, что понимание у нее очень жесткой игры, видимо, это как знаете, есть сын полка, есть... как это даже назвать, не знаю. Девушка парней, что ли, которая не одну сотню часов накатала с парнями КВ. Да, и вот такие звуки тоже издавала не один раз. Допы у нас, допы, господа и дамы. Да, вот тут, кстати, интересно, позиции по-прежнему могут убить. Калаш-то не спреет через ящик так жестко, как мог бы, могла бы спреить какая-нибудь темка. Ну и ликер, красотка, просто разобралась на две позиции, одну уничтожила. На 180 градусов вторую услышала заранее до своей стрельбы, а точнее сделала небольшой преф, потом отпустила курок. Услышал этот опыт, развернулась, убила вторую. 3 в 3 атака у нас, агрессия от дефа. Они прекрасно понимают, что ничего у них не получается. Единственное, еще бы... Кстати, хотел сказать, что Танюшке бы вложить в голову, что хватит стоять, точку бэв закрытую и поставьте туда кого-нибудь другого, а ты иди в агрессию. Только я это сказал, оно же на лонге у нас. Ну, в так называемом тупике или подкове, если брать с аналогии. Аналогия у Танюши походит. Вот глаза разбежались. Две стояли там. Две подруги. Хороший прострел. Это Александра, кстати, лоу-хиповую добивает. Она ликера. Ликером хочу назвать. То ли ликера хочу, то ли ликером ее назвать. Класс лежит. Александра, последняя. Александра Батьковна. Столб точки А. Та самая подруга, которая в последнем раунде могла стать просто-напросто козырным тузом в колоде своей команды, но команда ее подвела в этом плане. Теперь ей на ретейк против двоих идти. И только лишь подозрение, где могут находиться ее оппонент Ши. Одна десантница уже упала у нас. Это не она. Вот она. Голубой берет прикольная. Сидит, ждет. И в принципе она даже никуда не будет выходить, потому что к ней придут сами. Она свой фраг делает. 3-0 у нас пока что в одну калиточку от коллектива под названием Golden Ladies. Комбэк за комбэком. Это, кстати, третий комбэк. Я вам хочу напомнить. Сначала проигрывали Golden Ladies в первой половине. Комбэкнули ее, взяли. Потом комбэкнули во второй половине уже от Дениум. Ну и вот комбэк под номером 3. И опять-таки у нас комбэки чередуются. На этот раз опять-таки Golden Ladies. Так, ну и очередная агрессия от Дефа. На этот раз в темную совершили ее. Дежавю проконтролили. Она не применула еще один раз пойти в одно лицо без размена, но ее там загрызли. Загрызли в два лица. Неожиданная встреча, Танюша. Как бы, а что вы здесь делаете, ребята? Ну как бы, вот смотрите, у Дефа абсолютно не было информации по точке А. Ой, какая-то беда. 4-0 в одну калиточку. Просто... Total domination. Полный total domination. Доминая. Вот такой вот, да. Ладно, смотрим, что придумает Деф на этот раз. Они решаются сдвое на Аркадий Тлонг. Александра проконтролила всю движуху крыши. Собрали инфу, что это не точка. Но вот по таймингам ошиблись. Ну какая команда РКФ бежит? Вы чего? Вы чего? Куда, Александра? Вернись на точку А. Боже. Не будет это фастбе. Ни в коем случае. Дежавю еще опять является острием атаки. Она на этот раз поняла, что ее уже ждут в темную. Она просто-напросто пошла и открыла на дистайме Лонг А, когда качнули. Ну, Александра с крыши увидела. Утимейджа ее была рядом с Лонга. И такая говорит, здесь никого нет. И все ноги на ноге просто побежали на точку Б. Нафига? Неужели никто не знает, что тайминг 2 минуты. Никто никуда не шаволится в кроссфайре. Отличный килл. Вот найти выход и оставляют они сами себя. Прикольное. Лоу хэп овое. 2 в 2 оставляют себя. Занимает максимально неудобную для выбивания позицию, а именно позицию вертикалки. Не надо здесь лоу хэп открываться. Ни в коем случае. Даже если на тебя пойдут не палиться. Мелисса. Мелисса. На контроле. Видела плечо. Убивает хэповую. Остается Агония. Агония далековато сокращает дистанцию. Танцы, танцы. Диффузо бомбы не было. По ноге. А ну на лестнице. Не очень удобная позиция. Мелисса берет все-таки один раунд. Для своей команды в первой половине первых допов. 4-1 они заканчиваются. Мы уходим на смену сторон. И желаем удачи команде Адениум. Ну потому что первой половине мы не слили. А борьбы нам все-таки хочется. Это у меня вот знаете какие ассоциации. Я все от того последнего раунда не могу отойти. У меня вот по поводу дистайминга только вот такие вот мысли. Примерно вот такие вот. Ладно, ждем смену сторон. Окрошка звук спорнухи это... Ой, господи. Звук по-тыкиски это спорнухи? Не, не спорнухи. Это СКС. Только женским голосом. Это с английской озвучки бабской синтезы. Ничего вы не угадываете, ребят. Это не из Crossfire вообще звук. Это даже не из КСС. Это с Quake, по-моему. Звуки перенесенные потом в КС. Такое. Забейте, короче. Ладно, погнали. Что, друзья. Женский турнир Crossfire Pro Series. Организатор этого турнира. Я напоминаю, что мы смотрим с вами только лишь еще полуфинал нижней сетки, в котором у нас на карте пор дополнительный раунд. Вторая половина этих дополнительных раундов. Первая закончилась со счетом 4-1 в пользу Golden Ladies. Они же GL. И похоже, что у нас кто-то слет. Мы не подгрузимся на вторую половину с первого раза. Где турнирную сетку глянуть можно? КФ Pro Series, по-моему, так называется. Группа ВКонтакте там где-то найдете. Да, ну у нас слет. А что, турнирную сетку уже особо не имеет никакого смысла смотреть. Тут так все понятно. Осталось в турнире раз, два, три, четыре команды осталось. В финале нас ожидает Инканта, которые ждут из финала нижней сетки себе соперниц. В финале нижней сетки сидит, грустит команда Лакшери, которая сегодня проиграла как раз-таки команде Инканта в финале верхней сетки. И грустными глазами, полными слез смотрит за игрой будущих соперниц. Либо это будут Golden Ladies из этой игры, либо это будут Адениум опять-таки из этой игры. То есть, в принципе, все очевидно, и сетка тебе зачем. Обычный Double Elimination, не Total Double Elimination, а обычный. Точнее, не Full, а обычный. Без превосходства, я так понимаю, в финале. Вот, так что досмотрим эту игру. Бедительницы отправятся к Лакшери, ну а уже из пары Лакшери кто-то пойдет опять-таки в Лапа Кинканта, который в финале. Вот когда это будет, серьезный вопрос, потому что с расписанием полная беда, да и дивули позволяют себе, похоже, что в перерывах покрасить ногти, я не знаю, там, уложить волосы или еще какие-то дела сделать. Но паузы у нас действительно большие, тут вообще никакой паузы между половинами не должно быть. Я так понимаю, что в регламенте таймауты не регламентированы. Ну то есть перерыв вот между половинами, не между картами, а между половинами, должен быть максимум... За хулищетка для меня. Окрошка, по-моему, по шафе. Да не, ребят, я чай пью, кстати, он закончил все, я сейчас начну хрипеть. Если будут какие-то жесткие клач. Под шафе, под шафе. Нет, к сожалению. Круг норм нашел, мне тоже нравится, особенно эта песня. Так, ну плиз, грузимся, бабоньки. Продолжение бабкапа. Одна знакомая мне сказала, ни в коем случае... А, ну она спросила, типа, что делаешь в выходные? Я говорю, бабкап стримлю. Она говорит, ни в коем случае не скажи бабкап на стриме, иначе у тебя никогда не будут девушки. Я говорю, почему? Ну потому что ни одна девушка не считает себя бабой, как сказала она. Мудрая женщина, все равно я это сказал. Но это я шутя. Естественно. Девичий турнир. Никто здесь не бабы, все здесь девочки-девушки. Вот, ну у нас решили фастовать, кстати, при смене сторон. Ну, мне понятна агрессия, вот Golden Ladies. Ну, я сейчас объясню, почему это неправильно. Аннабелли у нас остается последней, остается последней во много-много-много-много тел. А именно в пять кислотные дымы на миду, и за этими самыми кислотными дымами прячется ее смерть под ником Асенька. Объясню, почему неправильно. Матч-пойнты и пред-матч-пойнты ни в коем случае нельзя брать фастовыми раунды. То есть первые раунды, с каждой следующей половины надо играть максимально дефолтно. Тем более, если вы играете в атаке. Нахрена вам аркадить, если вы не понимаете, как стоит ваша, ну, против вас защита. То есть, если вы хотите сделать максимально слоу-раунд, то его надо делать как раз-таки первым. Ну, так это как раньше было религии в Crossfire. Че там, склад, играем в атаке? Пацаны, точка B, бежим, удивим. Че подобного. Первый раунд в атаке всегда надо играть медленно. Всегда надо собирать информацию, где кто стоит. А тем более, пред-матч-пойнтовые матч-пойнтовые раунды ни в коем случае нельзя играть вот так вот быстро. Вот если бы сейчас они расконтролили всю карту, раскидали, сделали бы нашифрованный раунд, который стопудово у Golden Ladies есть, и мы это видели, то следующее они могли бы сделать фастово. Тогда бы это было удивительно. А так? А сколько игра Luxury? Сразу после этой игры. Куда они расходились? Все будет по порядку. Все, никаких параллельных игр у нас уже не присутствует. В общем, все в сборе, 4 команды, оставшиеся в турнире. По порядочку всех посмотрим до стадии. Финал, а матч за третье место, уж простите, но я не любитель смотреть. 3 в 2. Вот такой вот раунд должен был быть первым. Ну, вовремя собрались Golden Ladies, за двоечкой никого не сидит. Вдвоем ликер и прикольный. Ликер, кстати, уже в спине. Играет она козырного туза в этой колоде. Ну вот убей, отойди, твоя тиммейт на перекрестном агре. Огне пока что в прицел не видела твоего оппонента. В общем, ты бы отошла и ушла бы твоя жертва. И ушла бы на прицел и она прикольная. Прикольная остается с Танюшкой на клач 1 в 1. У Танюшки, ну, немного покоцанное здоровье такое, которое, в принципе, подорожника можно вылечить. Ну и все. Вот теперь начинаются танцы позиции той и другой. Известный друг дружьи. Тут вот опять-таки вот ситуация 50 на 50. Стык-втык. Прикольный этот клач выигрывает. Ну и все. ГГшечка. ГГшечка у нас нарисовалась. Разгром в дополнительных раундах. Сейчас калькулирую. 4-1, плюс 2. 6-1 дополнительные раунды заканчивают. Только лишь один раунд Адениуму, да, я так понимаю, позволили взять. Коллектив Golden Ladies. Чем мы их, собственно, и поздравляем. И увидим сейчас в противостоянии с Лакшери. В финале нижней сетки. Адениума. 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 Адениума.